Ну что ж, доброе утро, дамы и господа. Я позвольте обращусь к вам на русском. Организаторы этой конференции обратились ко мне с просьбой и поговорить чуть-чуть о том, что происходит в результате перехода от описательной к доказательной медицине, какие эволюционные процессы, что улучшается в терапии раковых заболеваний. Я лишь хотела уточнить, что я не статистик, я врач. И это такая моя презентация, очень независимый взгляд отдельного доктора на разработку клинических исследований и на то, как происходящее влияет на развитие и улучшение раковой терапии. Совершенно очевидно, что сегодня клинические исследования, сравнение с клиническими исследованиями прошлого, они очень сильно изменились, и изменения эти бросаются в глаза. Существует масса факторов, которые влияют на происходящее. И в первую очередь, это улучшение непосредственно процесса клинического исследования, развитие биомаркеров, обнаружение новых сигнальных путей, иммуномодулирующих молекул. Все это непосредственно ведет к индивидуализации наших подходов. Однако существуют также регуляционные какие-то требования к вводу и разработке новых лекарств в зависимости от критерий того, что мы хотим достичь. Есть какие-то экономические требования, есть требования временного характера, то, какие ресурсы необходимы для вывода препарата на рынок, ну и, конечно же, все наши пациенты, которые отчаянно нуждаются в лечении. По большому счету, мы все стоим перед различными парадигмами лечения, которые существовали в прошлом, я не знаю, 60-70 лет назад. Это химиотерапия, которая затем перешла к таргетной терапии, ну и затем процесс иммуномодулирования, иммунотерапия. То, как мы можем избежать каких-то побочных эффектов и возможность посмотреть на то, какие существуют непосредственно клинические эффекты на пациента. Иммунозависимый ответ. Хотя здесь нужно сделать оговорку, что некоторые из зарегистрированные иммуномодулирующие лекарства по большому счету были разработаны, основываясь на критерии резистентности. Но существует также критерий иммунологического ответа, который необходимо, понятно, иметь в виду для того, чтобы понимать общий эффект лекарства на организм и только его эффект на опухолевое образование. Понятно, что все улучшения в нашей работе, все молекулярные какие-то разработки которые сейчас происходят, безусловно, лишь подчеркивают необходимость изменения самого процесса клинического исследования. Вот клинические исследования с сотнями, со 120 пациентами, невозможно так больше работать, ведь у них у всех разные опухоли. Необходимо также принимать необходимость так называемой сопутствующей диагностики. История этого начинается в 1998 году, когда был обнаружен, разработан герцептин в гистологической химии и получил, когда герцептин был одобрен FDA, управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами. Итак, сопутствующая диагностика – это очень важная область нашей работы, ведь она непосредственно ведет к индивидуализированной медицине, к персональному подходу. Комплексная диагностика позволяет идентифицировать, выявлять тех пациентов, которые реально получат максимальные положительные эффекты от этого лечения, а также тех, у кого большая расположенность к токсичности. Комплексная диагностика позволит лучше отслеживать ответ пациентов на определенный препарат, какие-то отслеживания сигнальных путей, ну и, возможно, при необходимости модифицировать и видоизменять лечение. Давайте быстро пройду, буквально обозначу основные открытия в развитии противоопухолевых препаратов. Началось все понятно с одобрения таксола в середине 90-х, который применялся для довольно уже прогрессирующих форм рака. Затем одобрение препаратов в 95-м году для немелкоклеточного рака легких, основанный на платине препараты, затем одобрение препаратов против второй линии рака, одобрение препаратов для алкопозитивного рака, ну и затем мы переходим к целому, к такому прорыву в сфере иммуно-онкологических препаратов. Уже мой коллега чуть-чуть поговорил об этом, объяснил нам, и всем понятно, что сейчас мы находимся в самом разгаре разработки иммуномодулирующих препаратов третьего поколения. Основные одобрения в онкологической сфере произошли именно в последние 5-10 лет. Как же изменяются конечные точки нашего исследования? Как должно измениться клиническое исследование? Как уже это происходит? Что мы должны сделать для более эффективных исследований? Конечные точки крайне важны, потому что, основываясь на них непосредственно, мы разрабатываем клиническое исследование, его охват, например, основываясь на них, мы пытаемся выяснить, для кого этот препарат, может ли он в итоге получить одобрение или нет. Очень важно производить правильный регулятивный и статистический подход. Это позволит избежать получения одобрения для неэффективного лекарства и упущения лекарства, которое действительно может спасти людям жизни. То есть, кстати, клиническое исследование должно соответствовать статистическим данным. То есть, по большому счету, все эти конечные точки должны быть обоснованными, воспроизводимыми, адекватными, и они должны демонстрировать клинически значимую пользу. Потому что масса людей заинтересована ведь в том, чтобы они имели клиническую значимость. В идеальном мире задача клинического исследования – улучшить выживаемость, качество жизни, уменьшить выраженность сепдомов, ну и, кроме того, максимальную пользу принести нашим пациентам. На данном слайде вы видите общие данные относительно того, как… Это слайд из доклада FDA. Данные о том, в каких клинических исследованиях используются какие клинические точки. Вы можете видеть, что в большинстве клинических исследований используются так называемые суррогатные конечные точки. Общий уровень выживаемости, например, ДВСМАП в второй линии колоректального рака, рак желудка, например, выживаемость без прогрессии заболевания. Пематериксет, например, для немелкоклеточного рака легких. Вот этот использовался, это конечная точка в клиническом исследовании. В большом счёту есть большая разница между клиническими исследованиями и их клиничными точками. И этот пробел, эту разницу необходимо заполнять и уменьшать. Есть, тем не менее, определённые трудности, например, в части общей выживаемости. Для определения этого показателя необходимо довольно большое количество пациентов. Этот показатель не может быть максимально эффективным, потому что на него могут влиять различные виды лечения, которые применяются после прогрессирования заболевания, переход из группы стандартной терапии в группу исследуемого препарата и какая-то применяемая поддерживающая терапия. У пациентов исследования с общей выживаемостью в качестве основной такой конечной точки, они, как правило, очень продолжительные. И клиническое исследование требует очень большого количества пациентов. Это примером того может быть метастатический колоректальный рак и препарат, который был одобрен для его лечения. Давайте вернёмся к суррогатным конечным точкам. 30 лет назад один из учёных нашей сферы предложил такое понятие. Он сказал, что влияние вмешательства на суррогатную конечную точку должно соответствовать клинически значимым изменениям в истинных конечных точках. Правильно? Могут быть использованы различные суррогатные конечные точки. Прежде всего, это выживаемость без прогрессирования. Я чуть попозже об этом поговорю побольше. Затем, кроме того, дополнительная выживаемость без признаков заболевания. Частота, в особенности в случае адювантной терапии, это актуальная частота объективного ответа для, например, цитотоксичных препаратов. Ну и, кроме того, качество жизни. Это та конечная точка, которая особенно важна для FDA. FDA считает качество жизни очень важным показателем, потому что именно этот критерий показает улучшение симптоматичного ответа среди пациентов. И это такая конечная точка, которая позволяет повлиять на возможность одобрения лекарства. Итак, выживаемость без прогрессирования – это наиболее часто используемая суррогатная конечная точка для уже прогрессирующих заболеваний. По большому счету, она довольно хорошая, поскольку результаты по данному показателю доступны раньше, чем при использовании показателей общей выживаемости. Они никак не влияют на смену терапии. никак не влияют. Ну и, кроме того, какие-то перекрестные терапии, то есть не влияют на него. И она может быть, по большому счету, использована при разных видах опухоли, при разных видах раковых заболеваний. И значимость, и влияние на уровень общей выживаемости при этом не меняется. Однако выживаемость без прогрессирования, она имеет важное ограничение. Она основана на результатах измерения. По данным РССС-1.1, они могут быть довольно условными. Есть клинические исследования, которые это доказывают, какие-то местные радиологические обзоры, которые говорят, что здесь есть большие ограничения. Довольно часто, даже при увеличении размера опухоли, тем не менее, этот показатель может быть довольно полезным. Даже если... Однако является довольно приблизительным показателем, указанием на то, как растет и изменяется в размере опухоль, но при этом не имеет довольно большой клинической значимости. Но при этом надо понимать, что пациента не стоит выводить из исследований. Очень важно понимать, как использовать вот этот показатель выживаемости без прогрессирования. Однако развитие, разработка лекарственных препаратов – это довольно длительный болезненный процесс. Там от 10 до 30 лет может все это длиться. Поэтому очень важно использовать совершенно разные подходы, как с институциональной, законодательной точки зрения, так и с точки зрения проектирования самого клинического исследования. Мы чуть-чуть отстаем от FDA где-то на полгода, и в Европейском Союзе, я имею в виду, и вот в этой табличке приведены вам данные по этому. Вот примерная хронологическая последовательность регистрации для некоторых препаратов. Мы видим, что для FDA 280, да, а для EMA 503, например, дня. То есть оксидениб, например, то есть какие-то разные препараты. Поэтому в Европейском Союзе мы прибегаем к каким-то ускоренным программам для одобрения регуляторными органами, ну, потому что регуляторные органы, они тоже понимают, что процесс одобрения новых препаратов чрезвычайно важен. Он должен быть относительно быстрым. Однако понятно, что нельзя просто так взять из потолка, да, одобрить какой-то препарат. Этому предшествует массивный объем работы. Ну, вот статус в Соединенных Штатах, есть такой статус прорыв терапии, breakthrough therapy, который дает при сотрудничестве, в тесном сотрудничестве FDA со спонсорами, они могут как-то ускорить этот процесс. Однако для этого требуются достоверные данные о том, что препарат является действующим, что он оказывает положительное влияние. Ну, для всего, для этого есть определенные руководства, разработанные непосредственно агентством. В Европейском Союзе также есть несколько инструментов EMA, например, процесс ускоренной оценки, ускоренной регистрации. Это довольно новый процесс. Он был запущен всего пару месяцев назад, в марте 2016 года. Ну, и для FDA, в общем, это довольно такой аналог программы признания нового препарата в качестве терапии прорыва. Ну, и мы понимаем, конечно, что мы, европейские коллеги, должны как-то ускориться. Сейчас цель заключается, да, в ускорении оценки наиболее инновационных методов, однако подход EMA должен быть как-то для каких-то новых составляющих в первую очередь. Конечно, очень важно здесь правильная разработка, правильный дизайн, необходимый для понимания заболевания, необходимый для понимания стадии заболеваний и для понимания того, что непосредственно будет более подходящим для этого заболевания. Да, правильная популяция пациентов здесь очень важна. Это одно из ключевых таких составляющих для... То есть, кто наша целевая аудитория? Какой пациент выиграет от этого лечения больше всех? Есть масса историй, доказательств тому. В своем выступлении я бы хотела рассказать вам историю одобрения гифетиниба. Он получил ускоренное одобрение FDA для пациентов третьей линии. Основой для одобрения была вторая фаза клинического исследования, положительный ответ на протяжении 7 месяцев. Ну и FDA попросил провести подтверждающее исследование. У них была очень большая выборка. Однако в итоге уровень общей выживаемости был статистически незначимым. Со временем было улучшение, но тем не менее, несмотря даже на увеличение периода времени, были вынуждены признать терапевтическую неудачу. Марка была выведена с рынка. Ну и понятно, что произошедшее никаким образом не улучшило перспективу одобрения этого лекарственного препарата. Одна треть пациентов лишь смогла предоставить доступные пробы тканей. У 460. Кроме того, высокое число копий генов AGFR стало довольно прогностическим фактором эффекта в отношении выживаемости. В большинстве пациентов мутация была выявлена у практически двух сотен пациентов. И, в общем, ответ на ГИФИНИТИ был совершенно разным. Ну и несколько, давайте, практических примеров того, как подходящие пациенты лечатся подходящими лекарствами. Примеры индивидуализированной медицины, то, насколько важна индивидуализированная медицина и персональный подход. Перед вами данные из публикации. Возможно, господин профессор Герман может узнать эти данные. 33 тысячи пациентов были включены в этот мета-аналитический процесс, анализ исследования, огромного числа клинических исследований. Индивидуализированный подход оказался статистически значимым и прицельно воздействовал на молекулярные характеристики опухоли. Это всего лишь доказательство того, что нам необходимо более тщательно подбирать пациентов под определенный препарат. История кризотениба – это, возможно, один из самых лучших примеров такого целевой разработки лекарственного препарата. Всего лишь 8 лет прошло с момента того, как первый пациент лечился при применении кризотениба. Здесь также имел место процесс ускоренного одобрения, и уровень ответа составил 15-16%. Подтверждающее исследование, в котором поучаствовали 4 тысячи пациентов, показало, что показатель АЛК-2 изменился лишь у 350. Выживаемость без прогрессирования был статистически значимым и привел, в итоге стал решающим для одобрения кризотениба. Даже несмотря на разницу в статистических данных, я думаю, здесь роль сыграл такой перекрестный подбор пациентов. То есть еще раз вам доказываю, как этот подбор может влиять на одобрение и вообще на судьбу клинического исследования и препарата. Как же мы должны модифицировать сам дизайн клинических исследований? Нам совершенно четко известно, что есть такие клинические исследования, в которых огромное число требований для подбора пациента. И это требует довольно больших временных затрат для того, чтобы просто получить хоть какие-то положительные результаты. Исследования меняются, процессы лечения меняются, у нас есть иммуномодулирующие препараты. Именно поэтому и самые клинические исследования должны меняться. Давайте пару слов скажу о так называемом адаптивном клиническом исследовании. Я не статистик, повторюсь. Однако попробую чуть-чуть вам объяснить, что такое адаптивный дизайн клинического исследования. Это обобщение всей информации и использование всей информации в подготовительном периоде клинического исследования. И использование ее для того, чтобы либо остановить исследование, либо для видоизменения, например, изменения объема образцов или чего-то другого без каких-то критических воздействий на результат. Это исследования, которые оценивают влияние различных препаратов на разные мутации при одном типе рака. Так называемые зонтичные исследования. И есть также исследования, которые оценивают влияние одного препарата на одну мутацию при различных типах рака. Так называемые корзины исследования. Так называемые корзины исследования, где пациенты с различной гистологической картиной, однако обладающими одним и тем же биомаркерами с одной и той же дислокацией определенных молекул, могут проходить лечение с одним и тем же препаратом. Как я уже упомянула, адаптивный дизайн клинических исследований – это определение одного из американских исследовательских институтов. Предполагайте, что адаптивные исследования используют накапливающиеся данные для того, чтобы решить, каким образом лучше модифицировать аспекты исследования без ущерба ее валидности исследования и целостности исследования непосредственно. Ну и снова давайте еще раз взглянем на то, как различный адаптивный дизайн клинического исследования может быть использован, какие преимущества у него есть. Безусловно, подобные исследования позволяют проводить несколько исследований одновременно. У них большая вероятность успеха. Они экономичнее, то есть издержки куда меньше. Они не так завязаны на протокол. Нам не нужно тратить время на какие-то исследования с недостаточной мощностью. Ну и отсутствуют, естественно, поправки к протоколу. Однако есть определенные ограничения или недостатки. Результаты подобных исследований иногда тяжело интерпретировать. То есть это такое исследование, которое требует участия довольно опытной команды. Да, исследователи, ученых, это люди, которые с самого начала были в этой сфере, в этой работе и отлично понимают, какие конечные точки у нас существуют. Ну и, конечно, со статистической точки зрения это довольно тяжелая такая статистическая работа, но сейчас не об этом. Ну и последняя парочка слайдов. Примеры того, каким могут быть так называемые корзины исследования, которые я упомянула. Это так называемый custom trial, который был опубликован буквально недавно и разработан для лечения пациентов с немелкоклеточным, раком легких, с различными молекулярными видоизменениями, которые требовали такого целевого лечения. Пациенты с мутациями GFR, например, лечились с одним препаратом. Люди с R-B2, например, мутациями лечились с другим препаратом. Ингибитор S-MEC был использован для пациентов, у которых наблюдались мутации RAV и ингибиторы использовались в других случаях. По большому счету, все это про то, как пациенты с различными гистологическими картинами использовали, грубо говоря, определенный набор, один и тот же набор инструментов, который по-разному модифицировался для такого более индивидуализированного лечения того или иного пациента в зависимости от его картины и его личной молекулярной картины. Мы видим, что даже с небольшим количеством пациентов, участвующих в клиническом исследовании, результаты могут быть действительно позитивными. Или, например, просто процесс может прекратиться, если мы не видим, что никакого результата по большому счету нет. Были случаи, когда 15 пациентов участвовали в клиническом исследовании, исследование было закрыто просто потому, что данные о том, что картина не совпала, ожидаемая не совпала с реальностью. Такой пример корзинового исследования. На этом слайде я лишь хотела бы показать вам уровень общей выживаемости у пациентов с мелкоклеточным раком легкого. Это пациенты с видоизменением ALK и GFR. В общем, различные показатели с различными мутациями имеются в виду. Конечно, здесь есть свои недостатки, недостаток объема, например, мало площадок непосредственно лабораторных, проблемы с получением непосредственно образцов ткани. Однако все это было такими мелочами, логистическими сложностями в сравнении с той работой, которая была проделана в улучшении самого дизайна клинического исследования. И в том прорыве доказательном, в части того, какое лекарство лучше подходит какому конкретному пациенту. Вот это такое доказательство выигрышности индивидуализированного подхода. Ну, также пример исследования Stampede. Это хороший такой пример многоэтапного исследования с наличием нескольких групп. Там было шесть таких направлений, несколько этапов. Первое было определение безопасности составляющих. Затем определенный период времени такой доказательный, выяснение показателей общего уровня выживаемости. Соликоксиб был использован в этом исследовании, однако оно было закрыто, и совершенно никакого, никакого прогресса было не было, и с физической точки зрения, ну, никакого смысла и возможности лечить этих пациентов больше не было. Спустя какое-то время депривационной терапии стало очевидно, что есть определенная группа пациентов с метастазами, которые показывали выдающийся результат. Сейчас это исследование включено в основные руководства по проведению клинических исследований. Основываясь на этих трех рандомизированных исследованиях, сейчас доксатоцел является включен в общем руководство для пациентов с гормоночувствительными формами и которые претендуют на химиотерапию. Ну, и итоговый пример для пациентов с раком молочной железы, пациентов, проходящих неодевантную терапию, айспай-1, айспай-2. Это такое исследование, это также адаптивный, исследование с адаптивным дизайном, который был протестирован. И такой один всеобъемлющий, да, постоянный протокол, который включает одно или более исследования с целью того, чтобы спрогнозировать, какой будет ответ на терапию при помощи визуализирующих и молекулярных методов оценки. В принципе, пациенты ГР-2-позитивные вместо тростозумаба могли получать некоторые новые препараты, в том числе анти-ГР-2-позитивные А, В и С. В группе ГР-2 пациентов назначались несколько иные новые препараты, группа С, Д и Е, мы видим, вот нижние, да, далее во всех группах назначалась химиотерапия, да, пациентам А, С. Доксорубицин и циклофосфамид. Было несколько кандидатов, которые, безусловно, выведены из исследования, понятно, было изменено, их терапия в Вилипере для более продвинутых поздних стадий ракового заболевания. Ну и другой препарат для гормон-рецептероотрицательных пациентов и ГР-2-позитивных пациентов. Это были примеры того, как статистика исследований клинических дизайнов должна взаимодействовать, как необходимо использовать эти данные людям, которые занимаются разработкой клинических исследований. Ведь это позволит нам сделать клинические исследования менее затратными по времени, менее затратными по финансовым ресурсам. Ну и здесь вывод, в общем, очевиден, что индивидуализированный подход является абсолютно точно будущим нашей сферы деятельности. Однако это не так уж просто, да, применить в нашей повседневной работе и в сфере клинических исследований. Тем более это требует реализации, это требует очень тесного сотрудничества регуляторных органов, лабораторно-молекулярных исследований, платформ и фармацевтических компаний, конечно. Только это позволит нам работать правильным образом. Спасибо. Спасибо.